Как показывает практика, далеко не всем пользователям нужна высокая скорость и длительный цикл эксплуатации. Именно поэтому в этом видео мы расскажем вам о преимуществах и недостатках высокоскоростных SSD накопителей. Сегодня мы разберемся в теме твердотельных накопителей, которые часто незаслуженно забываются, хотя от правильного выбора SSD часто зависит не меньше, чем от процессора или видеокарты. Начнем с самого простого варианта, который буквально создан для тех, у кого есть старый компьютер или ноутбук. А цены на комплектующие возьмем из ассортимента Яндекс.Маркета. Кстати, по ссылке в описании вы сможете найти витрину с комплектующими для ПК, которую мы собрали совместно с Яндекс.Маркетом. Переходи по ссылке и получай персональную скидку на все товары из подборки. Если вы обнаружили такое устройство, которое срочно необходимо оживить, то можно остановиться на Samsung 870, который подключается через интерфейс SATA 3 и хорошо показывает себя по сравнению с обычными жесткими дисками. Старый ноутбук, который в последнее время с большим трудом справлялся даже с загрузкой интернета, наконец обретет вторую жизнь. Но помните, что у всего есть разумный предел, поэтому вернуть к жизни сильно устаревшие ноутбуки твердотельный накопитель попросту не способен. Скорость записи в данном случае не главная, ну а стоимость позволяет купить данные SSD даже экономным пользователям. Мы не советуем вам зацикливаться на твердотельных накопителях с интерфейсом SATA 3, поскольку подобные продукты не предлагают инновации и сильно устарели. Скоростные показатели здесь удручающие, а значит нечто подобное подходит вам только в том случае, если других вариантов нет. Предположим, что вашему процессору 5 лет, но на материнской плате по непонятной причине отсутствует разъем M.2. Что ж, в этом случае потребуется Samsung 870, объемом памяти 2 терабайта. Сюда вы сможете записать игры, фильмы и всю полезную информацию. Как уже было сказано ранее, рассчитывать на высокую скорость не приходится, но все познается в сравнении, а в итоге можно рассчитывать на неплохие показатели. Для владельцев более новых компьютеров и ноутбуков подойдет твердотельный накопитель Kingston NV2. В данном случае идет речь о версии на 1 терабайт, которая позволяет получить отличную скорость без значительных инвестиций. Данный SSD стоит чуть больше 6000 рублей, а работает на пределе своих возможностей. Скорость записи достигает 2100 мегабит в секунду, тогда как читать данные, накопитель может со скоростью до 3500. Данный SSD накопитель хорошо себя покажет в качестве системного диска, а также не разочарует, если нужно записать на него несколько игр. Операционная система порадует молниеносной загрузкой, а в целом перед вами один из самых популярных продуктов на рынке. Часто при обзоре подобных устройств пользователи обращают внимание на важные технические характеристики, среди которых выделяется наработка на отказ и максимально возможное количество перезаписываемых данных. Если вы будете держать компьютер все время включенным, то ресурс в 1 миллион израсходуете примерно через 114 лет. Ну а лет так через 10 появится более продвинутая технология записи, а ваш SSD-шник жутко устареет. В общем, данный SSD накопитель к покупке брать можно, и прослужит он долго и надежно. Если вам требуется твердотельный накопитель объемом 2 терабайта, то стоит присмотреться к продукции Samsung. Подобные устройства стоят на пару тысяч дороже, чем просят конкуренты, но считаются самыми надежными и стабильными. А вот теме скоростных показателей стоит уделить дополнительное внимание. Давайте вспомним SSD накопитель, о котором мы говорили ранее. Это Samsung с интерфейсом SATA 3, который предлагал скорость записи в 500 мегабит в секунду. Что любопытно, даже этого было достаточно для того, чтобы операционная система начала работать ощутимо быстрее. В играх снижаются задержки во время переходов между уровнями, а большие виртуальные пространства превращаются в гигантские бесшопные полотна. Проще говоря, вы не ощутите дополнительные загрузки данных, которые часто отнимают много времени. Но вот только скоростные показатели Kingston в 5-7 раз выше. Может показаться, что с таким твердотельным накопителем все будет работать ощутимее быстрее. Но здесь скрывается главная проблема. Дело в том, что скорость подобных SSD можно оценить только в синтетических тестах. К сожалению, разработчики программного обеспечения не научились задействовать весь потенциал твердотельных накопителей. Поэтому никакого многократного прироста к количеству кадров просто не ждите. Но справедливости ради заметим, что компьютер работать будет все-таки быстрее. Особенно это касается более скоростного Kingston Fury. Перед вами самый максимум, который можно выжать из интерфейса. Скоростные показатели превышают 7000 мегабит в секунду, а сам накопитель чрезвычайно быстрый и надежный. Если речь идет о записи игр, то с высокой долей вероятности заметить разницу между Kingston Fury и Kingston NV2 вам не удастся. Пожалуй, этот накопитель создан для энтузиастов, которые готовы потратить лишние деньги, получив доступ к продвинутым технологиям. Если вы не считаете для себя правильным тратиться на красивые цифры, которые никак не влияют на работу компьютера, то можете не забивать себе голову, а просто купить указанный выше Kingston NV2 объемом на 2 терабайта. А вообще, технологии ушли намного дальше, чем может показаться. Так, в продаже доступен DataLegend 970, который поддерживает интерфейс PCI 5.0. В природе есть и более скоростные решения, но стоят они как космический корабль. Так вот, и данный SSD-накопитель тоже дорогой, но зато может читать и записывать информацию со скоростью 10 000 мегабит в секунду. Энтузиасты разбирают подобные SSD также охотно, как расходятся горячие пирожки у вокзала во время обеденного перерыва. И давайте подведем итоги. Важно понимать, что привычные нам жесткие диски никуда не делись. Они ушли из ниши 1-2 терабайта, плавно перекочевав в более привлекательные с точки зрения стоимости сегменты. Если вам нужен накопитель, который будет выступать в качестве основы для домашней коллекции видео, то без навороченных SSD-шников вы, конечно же, обойдетесь. Ну а для тех, у кого разыгрались аппетиты, есть более вместительный HDD-накопитель от компании Toshiba. Данный продукт предлагает целых 20 терабайт свободного пространства и не оставит равнодушных любителей классического кино. С таким жестким диском можно создавать полноценную коллекцию лучших фильмов и сериалов всех времен и народов. А стоить будет так же, как обычный SSD-шник. Обязательно поставьте лайк под этим видео и напишите комментарий. А также не забывайте подписываться на наш канал. Всем спасибо за просмотр и всем до скорого!